Господа любители Бедрок издания Майнкрафта! Возрадуйтесь, ибо сегодня знаменательный день! Видео будет целиком и полностью посвящено Вашему Майнкрафту! Я не знаю почему, но это издание всегда остаётся в стороне. Ведь практически у каждого в кармане есть смартфон, который спокойно потянет эту версию Майнкрафта. А вот хороший компьютер, который потянет джава версию не всегда. Поэтому я захотел уделить внимание Бедроковцам, и показать невозможные следы для Бедрока. Поверьте, Вы будете удивлены, так что смотрите до конца. Привет! Меня зовут Неркин, и мы начинаем открывать Майнкрафт по-новому. Вперёд за истиной! Вот насколько сильно производительный Майнкрафт Бедрок, настолько сильно почему-то мне было сложно найти невозможные сиды для Бедрока. Они настолько невозможные, что их практически не существует. Вот честное слово, я не вру. Для джава версии Майнкрафта найти сиды намного проще. Но всё же первый невозможный сид я нашёл. Представляю Вам очень похожий на тот самый сид из джава версии Майнкрафта, где мы с вами окружены различными биомами, прям сразу на спавне. Появляемся мы, сразу же, вот на этом грибном острове. Ни разу в жизни я не появлялся на грибном острове. Но первым делом, как видите, у нас есть грибной остров, он сразу же соприкасается с месой, либо же как его называют, столовыми горами. И при этом всём, это не маленькая меза, такой вот небольшой островочек, который иногда бывает. А прям целый здоровенный биом, он гигантский, там он ещё идёт, идёт, идёт. Очень далеко. Проплыв буквально несколько блоков, мы сразу же видим саванну. Это не такой уж прям редкий биом, как например, меса или грибной. Но всё же, тоже необычное сочетание. А если посмотрим в правую сторону, то сразу же найдём джунгли. Вот это уже довольно редкий биом, потому что ну вы знаете. Сами по себе джунгли генерируются прям, ну очень редко. А здесь, он сразу же появляется. И при этом всём, вот там, вот смотрите, вот там и появляемся. А вот здесь у нас тоже, крайне редкий, храм джунглей. Это ли не сказка какая-то? Честно, мне нравится этот сит, он реально невозможный. Между прочим, тут даже есть бамбуковый лес. То есть, у вас уже сразу, столько редких биомов прям на старте. Я не знаю, как вообще, кому так могло повезти, чтобы получилось это. Там дальше есть ещё болото, то есть слизь вам уже обеспечена. Вот там мы с вами появляемся, вот там джунгли, а прям вот здесь находится портал, и он практически целый. То есть, посмотрите, ему не хватает только одного блока, и нужно заменить 3 плачущих обсидина на обычный обсидин, и у вас уже есть сразу же портал в Незер. Это ещё не всё, между прочим, мы ищем дальше. Потому что с противоположной стороны джунглей у нас находится тайга, и горы за ней, а возле тайги ещё и ледяной биом. Просто невероятно! Здесь, вдобавок, не хватает ещё и деревни, где-то вот здесь. И это будет шикарный, идеальный сит для выживания. Есть сразу всё! Я почему-то, когда первый раз летал, не увидел здесь деревню. Но оказывается, здесь ещё и деревня есть. Ну как вам сказать? Деревня есть, только она заброшенная! Камон! Заброшенная деревня! Это тоже редкость. Это гениальный сит. Убедительная просьба присесть, потому что есть шанс того, что вы упадёте. Ведь я нашёл нечто необычное. Вау! Да, это меса. Но окей, это ещё не всё. Меса, это конечно круто, мы только что это видели. Но, это не совсем обычный сит, который вы могли в принципе видеть в бедроке. Во-первых, у нас очень много различных биомов, которые соединены вместе. Первое, это меса, то бишь столовые горы, вот там вдалеке ещё лёд виднеется, там ещё тоже меса продолжение. Посрединке у нас есть небольшой кусочек грибного биома, который тоже очень красивый. Небольшой правда, но всё же красивый. И посмотрите на эту красоту, это биом ледяных пик. То есть, давайте теперь рассчитаем, один редкий биом, второй редкий биом, третий редкий биом. Класс! И я думаю вы уже могли заметить, когда я только что здесь летал, что здесь ещё есть небольшая, но деревушечка. Маленькая такая вот. И при этом всём она не заброшена. То есть, можно спокойно прийти здесь жить, торговать с жителями. Ну, и самое главное, я не знаю, для меня это нонсенс, но всё же смотрите. Вот это вот маленький кусочек, это пустыня. То есть, чуть-чуть пустыни есть. Это не пляж, это пустыня, потому что кактусы есть. И при этом всём, на этом маленьком клапчике земли, смог сгенерироваться пустынный храм, на котором лежит снег. Я прекрасно понимаю, что это всё же неправильно, потому что это проблема самого генератора карт, который не должен так генерировать холодный биом вместе с тёплым, но всё же он получился. Так смотрите, вот здесь одна деревушка, сразу за этими горами, ледяными пиками находится вторая деревушка, и там вдали третья деревушка, и четвёртая деревушка. Как же здесь блин много деревушек. Если этот сит вам показался так себе, то от следующего у вас точно отвалится челюсть. Ой-ой-ой, что же это такое люди добрые-то, а? Это спавнер зомби что ли, да? Как неожиданно и приятно. Окей, я всё прекрасно понимаю, одним спавнером никого не удивить, даже двумя сразу спавнерами никого не удивить. Но поверьте, сейчас у меня всё получится. Во-первых, у нас есть первый спавнер. Ну да, здесь понятное дело, каждый раз всё генерится заново, но всё же первый спавнер есть. Идём дальше, у нас есть второй спавнер. Класс, здесь уже тоже два сундука, между прочим. Если мы сломаем вот эту вот небольшую стеночку, мы увидим сразу же третий спавнер. Как вам такое? Тоже два сундучка. Вроде бы уже можно офигеть, да? Хочется прямо сказать, что Неркин, ты что, вообще больной? Но это ещё не всё. Мы идём дальше, идём-идём-идём-идём-идём, спускаемся вниз, вот здесь ломаем-ломаем, и у нас есть четвёртый спавнер! И сразу же пятый спавнер! Вы а чё вообще? Первый сундук, второй сундучок, и ещё здесь есть третий сундук. Только вдумайтесь, три спавнера, три спавнера зомби подряд, да ещё и сразу два спавнера с скелетом. Это я такое впервые вижу, честно. Я ни разу не видел такое на джава версии Майнкрафта, а на Бедрагда и подавно. Только вдумайтесь в это, вы уже обеспечены гнилой плотью, чтобы торговать с жителями, да ещё и костями со стрелами. Это нечто невероятное. Мой мозг взорван. Видели ли вы когда-нибудь такое? Я нет. Я так думаю, что теперь вам станет намного проще воспринимать Бедраг версию, потому что в ней действительно присутствуют различные приколдесные вещи. Следующий же сид будет не менее интересным, поэтому пристегните ремни безопасности. Нам интересна только эта таежная деревня, потому что в ней целых восемь кузнец. Восемь кузнец. Карл, вдумайтесь в это. Это же шикарно. Смотрите. Возле входа каждой кузницы будем ставить изумрудный блок. Это у нас первая кузница, в которой есть, ну так себе. Поднимаемся вверх. Сразу есть вторая кузница, тоже в которой есть сундучок. И сразу восемь блоков обсидиана. Вы что? На джаве только семь максимально можно получить. Спускаемся еще, у нас есть сразу третья кузница. Вау! Четвертая кузница, в ней тоже есть приятные вещи. Четыре кузницы, я никогда в жизни четыре кузницы не встречал. Затем идет пятая кузница, в ней тоже есть сундук. Господи, я реально, я в шоке. Вот, пятая, затем идет сразу же шестая кузница, в которой тоже есть сундук. Ну так себе понятно ёл, но все же. Шесть! Уже шесть! И последние две. Седьмая кузница, в которой у нас идет, тоже. Блин, господи, уже фулл сет, точно, фулл сет железной брони. И последняя, восьмая кузня, которая здесь есть, тоже с сундуком, и здесь тоже есть обсидиан, всё, если вам бы попалась такая деревня вот здесь, к примеру, поверьте мне, это был бы точно самый главный мировой рекорд, если конечно не заруинить, как некоторые имена не будем называть, то тогда считайте рекорд у вас уже в кармане. Кстати, вот там есть тоже деревня. Моё почтение генератор карт Бедрака, ты реально удивляешь. Я у вас спросил, чтобы вы мне скидывали в комментарии различные крутые, интересные сиды для Бедрака, которые вы знаете, и вы сделали это, поэтому вам огромная благодарность, продолжайте в том же духе, поэтому этот сид не я нашёл, а именно один из моих зрителей, он уж прям чем-то необычным не отличается, но всё же у него есть одна отличительная особенность, этот сид очень сильно похож на тот, который я вам показывал когда-то для джава версии Майнкрафт, в котором шахта проходит прям в Бедраке, и это нереально красиво, это очень редко происходит, но всё же происходит, там правда в конце ещё был спавнер скелетов, но к сожалению здесь спавнер скелетов нету, но всё же есть вот такой необычный сид, то есть что в джава, что в Бедраке можно встретить вот такие необычные вещи. Дайте мне пожалуйста ответ на мой вопрос, какие же невозможные сиды, да без лесного-то особнячка? Ну окей, давайте приступим с самого начала, первая у нас есть сразу две деревни, вот там первая находится, она не то чтобы прям большая, в ней нет ничего особенного, даже кузницы нету, но она очень хорошо граничит с аутпостом разбойников, ещё одной деревней, и вот там наша деревня с ещё одним аутпостом разбойников. Такое ощущение, будто кто-то сделал Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Но окей, это не самая главная особенность именно этого седа, да это конечно прикольно, круто, три деревни, два фортпоста разбойников, здесь всё же ключевую роль играет именно этот особняк, потому что, как вы уже могли заметить, здесь есть одна из самых редких комнат, это комната со спавнером с пауками, это секретная комната между прочим. Посмотрите, это нереально, я на Бедраке этого ни разу в жизни не встречал, но это ещё не всё, потому что если мы чуть-чуть пролетим дальше, буквально на другую сторону, то мы увидим ещё одну такую же самую комнату, ну то есть подумайте, какой шанс того, что в лесном особняке сгенерируется только одна эта секретная комната, он минимален. А на сколько шанс, что сгенерируется сразу две таких же комнаты, я в джаве, только один раз встретил и то в уже сгенерированном сиде, а это прям на Бедроке, вот одна и вот с этой стороны вторая такая же комната, я в шоке. Прямо сейчас мы с вами находимся в заброшенной крепости, которая ведёт нас к порталу в энд, и вот положа руку на сердце, я признаюсь честно, что я ни разу в жизни не проходил Бедрок до конца, то есть я никогда в жизни не побеждал драконов Бедрок издания Майнкрафта, и поэтому напишите в комментарии, хотели бы вы, чтобы я прошёл Бедрок версию Майнкрафта, впервые вообще. Но это не самое главное, сейчас я вам покажу кое-что необычное, это, ну да, это комната с порталом в Незер, но всё же это не обычная комната, потому что этот портал полностью активированный, и это в Бедроке. Хочу сказать вам, что шанс этого появления ещё ниже чем на джава версии Майнкрафта, поэтому это действительно редкая фигня, то есть чтобы полностью активированный портал в Бедроке, это, я не знаю, это нужно, какашки в детстве есть. Теперь я могу сказать, что я видел полностью активированный портал в Бедрок в Майнкрафте. Так, что же мы имеем в этом сиде, вроде бы ничего нестандартного здесь я не вижу, первое здесь есть деревня, вместе с кузницей между прочим, есть красивейший ландшафт, саванны, эти горы, и вот этот вот мини водопадик, это тоже нечто, еще биом мессы, возле мессы находится пустынная деревня, и сразу есть еще одна пустынная деревня, только с другой стороны. И возле нашей равнины деревни, еще находится форт постразбойников. Но опять же, этим уже не удивишь никого, это уже посредство, но есть одна необычная штука. Если мы спустимся под эту деревню, то мы сможем найти нечто необычное, разрушенный портал в край, который полностью разъел Бедрок, я такого естественно ни разу в жизни не видел, это необычно, и тем более, посмотрите на это, это что такое вообще, это как должно работать. Он полностью весь покрыт лавой, это лавовая комната какая-то непонятная, внутри у нас ну так себе, но все же, вы можете вскопнуть и спокойно вылезти за пределы Бедрока, но это для меня действительно в новинку. Невозможно, если бы на этом не заканчиваться, мы идем дальше, только посмотрите на какой красоте я накажусь. Это вроде бы как бы и саванна, но при этом всем саванна зеленая, а не такого бледно-темно-зеленого цвета, это мне нравится. Мне казалось бы, что здесь необычного, вроде бы стандартно, окей, горы конечно необычно, красиво, там лед, там вот деревушка есть, но самое интересное находится прям позади меня. Бум! Как вам такой, как вам такой необычный аутпост разбойников? Ха-ха! Я такое честно тоже впервые вижу, чтобы он настолько сильно длинный был, он больше 100 блоков между прочим, то есть тема в том, что он как бы сгенерировался вот на этой части этой горы. Но как вы понимаете, горы толком-то нету, и генератора Майнкрафта поступают следующим образом, если он не видит какой-то плоскости, то он идет прям до конца, до конца, пока эту плоскость он не найдет. И как вы поняли, нашел он ее аж прям вот здесь, и поэтому получилось нечто необычное. Это целиком и полностью нормальный аутпост разбойников, здесь есть две мишени, а также бедный железный голем, помогу ему выбраться из этой адской тюрьмы, беги, помогай жителям. Ну то есть действительно очень необычно и очень круто, такое мне нравится, и да причем в бедрок версии. Сегодня в ролике я уже вам показывал сит в котором мы находились в заброшенной крепости, и нет, не подумайте, это не еще один очередной портал полностью заполненный глазами, нет. Вы удивитесь, но это полностью разрушенный портал. Да, его тут нет, то есть вы только представьте эту ситуацию, вы спидранер, который нашли глаза, идете на мировой рекорд, приходите сюда и видите вот это. Да, начинаете его раскапывать, смотреть, и пытаться найти где же на самом деле ваш портал, а его здесь толком нет. Он как бы здесь есть, но как бы его здесь и нету. Всего лишь нам всего 4 блока есть, при этом всем так красиво сгенерировалась вот эта вот фиолетовая газурованная терракота, что я прям не могу, будто типа Майнкрафт такой, ха-ха-ха-ха, патрулика я его портальчиком, а? Честно, я в шоке. Но понятное дело, что это попросту сгенерированные морские руины, прям над порталом. Такого я ни разу не встречал, я ни разу не встречал, чтобы было вот, ну вот, что-то вот подобное. Это, если честно, необычно. В прошлом ролике, когда мы смотрели на джава сиды, я показывал вам разрушенный портал, который прямо-таки въелся в дом каменщика, и мы назвали его проклятым. Что же происходит сегодня, мы нашли практически похожий дом жителя, а-ля проклятый. Конечно, он не такой жесткий, как на джава версии Майнкрафта, но все же смотрите, как можно находить сиды, которые прям похожи на джава версию Майнкрафта. Это правда не дом каменщика, но все же он разрушенный, и можно сказать, что он даже проклятый этот портал. Точнее дом. Это вся деревня. Ужасто. Для меня до сих пор остается загадкой, почему некоторые игроки джава плохо настроены к игрокам Бедрока, и к самой версии в целом. Враждовать не стоит, это все тот же Майнкрафт. Нужно радоваться, что в него можно играть везде, не только сидя за столом, а и лежа на диване, или в поездке. Сегодня я попытался показать вам, что Бедрок тоже имеет свои крутецкие и невозможные сиды. Если у вас есть еще такие, смело пишите в комментарии. Если у вас есть еще такие, смело пишите их в комментарии. И лайк поставьте за старание. А если Вы здесь впервые, то не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих видеороликов. А с Вами как всегда был я Неркин, и помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому, еще услышемся! Субтитры сделал DimaTorzok